Продолжение следует... То есть конкретно, будете ли вы живы или будете ли вы мертвы в будущем. Можно следующее слово. И тут подстерегает определенная проблема, которая называется шок будущего. Шок будущего изучали очень разные исследователи, Элвин Топлер, могу переводить его имя. Но конкретно я хочу рассказать про Элизира Ютковского, который написал в частности известнейшую книгу «Гарри Поттер и методы рационального мышления», одна из самых известных книг по рациональности популярных. И он изучал концепцию уровней уже шока будущего. То есть если Топлер в 80-х, он просто ввел понятия, он не изучал ни уровней, то Элизир Ютковский определил, что есть уровни шока будущего. И если вам рассказывают о каком-то настолько будущем, далеком от вашей картины мира, то человек шокируется, и у него возникает какое-то оцепенение. Он не может просто переложить это, он не может делать какие-то выводы. Зачем нам вообще нужно будущее? Будущее нам нужно для того, чтобы принимать решения в настоящем. То есть мы знаем, ага, в будущем будет так, поэтому что мне нужно сделать сейчас, чтобы будущее для меня было оптимальным. Но если вам рассказывают про такое будущее, про которое вы никогда не думали, оно вас поражает, про юпитерианские мозги, про то, что у существ будущего может быть множество тел, ну, например, если вы, это мозг в банке, да, и у вас есть два тела, например, тело мужчины и тело женщины, они могут что-то делать друг с другом, например, заниматься сексом, да, это может кого-то шокировать. То есть Ютковский выделил пять уровней шока будущего, и проверил экспериментально, что если человеку рассказывают на два уровня шока будущего выше, чем его видение стандартное, то он не может это воспринимать рационально. И он сказал, я нахожусь сейчас на уровне шока будущего 4, и если существует уровень шока будущего 5, то я не хочу о нем знать. Вот, но мы на уровень 4 и 5 заходить не будем, а мы зайдем на уровень 1 или 2. Можно следующий слайд? И вот шок будущего проявляется в том, когда человеку говоришь о его смерти. Проявляется такой симптом, который называется выученная беспомощность. То есть как этот слон, который он был маленький, его привязывали к маленькой жердочке, и он не мог выдрать ее из земли, потому что он был маленький. Когда он вырос, он уже знает, что он не может освободиться, и он даже не пытается ее выдрать, хотя он теперь намного больше. И то, что мы не можем предотвратить, или то, что мы не понимаем, мы сначала этого боимся, а потом мы с этим свыкаемся. И думаем, что ну все, я не буду про это думать, это значит, это меня пугает, поэтому лучше это отложить на какую-то периферию. Следующий слайд. И эта вот смерть, это как раз та тема, с которой мы не можем смириться, ну мы не можем, мы можем смириться, но мы не можем ее изменить, и поэтому как раз таки мы ее откладываем на периферию. И может быть какие-то страховые компании рисуют старость, как такое, какое-то прекрасное времяпрепровождение, у вас пенсия, вы не работаете, значит, счастливые пожилые люди. Но такое бывает очень редко, государство такое рисует, потому что, конечно, ну вы же должны работать сейчас много, и ожидать, что у вас будет рай в конце, как в фильме «Остров», если кто смотрел, там все стремились на остров. Вот. А на самом деле старость выглядит вот так. И если вы сталкиваетесь, несчастливо, если вы сталкиваетесь, я сталкиваюсь со старостью своих родственников, то это нарушение когнитивное, это воли, то есть это, ну, это ряд целых ужасных симптомов состояния. Следующий слайд. То есть людей парализуют, они начинают забывать, как зовут их родственников, они не могут двигаться, не могут вставать спастей. Это следующий слайд. И выученная беспомощность здесь проявляется вот таким образом. Например, вот людей ведут на смерть в концлагере, а охранников часто, у тех, кого ведут на смерть, не так много. Почему? Да потому что люди уже смирились, они не борются с этим. Они не понимают, то есть они года были в этих концлагерях, они пытались, пытались, но у них ничего не получалось. Может быть, вокруг тех, кто пытались, и вообще их просто убивали. И они выучили как бы вот этот шаблон, что давайте ничего просто не делать, и мы ничего не можем изменить. И вот они ведут их там не с рукоохранников, а людей толпа. И вот мы та толпа, которая идет к невинуемому финалу. То есть все мы знаем, что мы все умрем рано или поздно. Кто-то может быть в 50, к сожалению, но кто-то доживет до 100, и все равно с ним это случится. Следующий слайд. Так вот, сейчас ситуация начинает меняться. То есть сейчас можно говорить о том, что давайте не умирать. И есть довольно сильные основания для того, чтобы так говорить. Раньше не было вообще понимания. То есть мы знаем, что... Ну, мы знаем основные причины смерти. Конечно, есть такие причины, как ДТП, есть самоубийство, но доминирующие причины смерти, это все-таки онкология, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. То есть это определенные болезни. Причем болезни вызваны не инфекцией, не инфекционной болезни. У нас есть гепатит С, который в принципе уже лечит. У нас есть СПИД, который пока еще не лечит. Но остальное это не инфекционные заболевания. И они все возрастозависимые. То есть причиной их является старение. Следующий слайд. И ученые уже неплохо понимают, что такое старение. Понимают, из каких компонентов состоит старение. Есть прекрасная книга о бреде Грея. Там с чем-то можно не соглашаться, с какими-то деталями. Но в целом основные пункты, из чего состоит старение, они учеными достаточно установлены. Это не значит, что если мы его установили, то мы сразу же можем его отменить. И связи такой нет, потому что есть сложный метаболизм. Мы изменяем одно, все сразу изменяется. То есть между знанием и решением должно пройти какое-то время. Тем не менее, понимание есть. Это вот эти пункты. То есть одно из основных, это нарушение, ну там у него, по-моему, 7 пунктов было. Мусор внутри клетки, мусор вне клетки, мутации в ДНК, мутации в РНК. И не буду сейчас остальные называть, могу вспомнить. Но не суть важная. В общем, наука неплохо понимает общие причины старения и пытается разобраться в детали старения. Следующий слайд. И старение – это заболевание. Вот этого понимания нет в общественности. Старение – это заболевание. Почему это заболевание? Потому что у него существуют симптомы. То есть это все то, что я показал. То есть ухудшаются когнитивные способности, становятся более хрупкими кости, увеличивается риск всех этих возраст-зависимых заболеваний. То есть хотя рак может быть и у детей, но вероятность рака намного выше у пожилых. Вероятность сердечно-сосудистых намного выше у пожилых. То есть с возрастом вероятность растет. Следующее. Оно раку приятно. Очевидно. И его можно лечить. Ну я думаю, с первыми вообще все понятно. С первыми двумя. Вопрос остается с можно лечить. Сейчас, в принципе, уже можно... Сейчас уже много ученых бьется над тем, чтобы старение было признано заболеванием. Потому что это является... Подписано очень много писем. В ВОЗ пишут письма. В том числе наши член ПОР Иран, академики Иран, и зарубежные ученые из института, ну из США, из института БАКа, из них и так далее. Из всех стран мира. Но бюрократия, это как бы государственная машина, она такая очень медленная. И должно пройти существенное время для того, чтобы это изменение произошло. Тем не менее, в общем-то, удовлетворяет это всем описанием, что же такое... То есть определение заболевания, как для России, в российском законодательстве, так и в американском законодательстве. Итак, вот вы сейчас находитесь в такой ситуации. Да, то есть, над вами замахнулся палатик, но он замахивается очень медленно. И это большой плюс. То есть мы можем что-то менять. В тот момент, пока этот меч на нас летит. И вот прекрасный день, это день, когда вы принимаете решение, что действительно я хочу что-то поменять. То есть вы поняли, что вот есть такая опасность. Вы поняли, что вот есть возможность, есть авторитетные люди, да, источники, ученые. В том числе тот же Курцвилл об этом упомянутый говорит. В том числе у нас есть Google Калика, который, ну, она уже не Google, а Алфабет Калика. В общем, материнская компания Google называется Алфабет. Они создали Калика, компания, которая утверждает, что она остановит старение. Дальше есть, собственно, Цуперберг, Брин, Мильнер, которые выделяют огромные суммы на остановку старения. Собственно, остановка старения это то же самое, что остановка рака, остановка нейродегративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Ну, и вот всех заболеваний, от которых люди умирают. То есть это, в принципе, это не какое-то, это не разные вещи. Просто у нас эти заболевания начинают лечить, когда они уже проявились и когда уже есть симптомы. Например, болезнь Альцгеймера, она начинается, там, за 40 лет до того, как вы, человек, у него умирает. То есть и за 20 лет до появления симптомов. Когда появились симптомы, там в мозгу уже полная каша. Вот. Поэтому лечить, когда появились симптомы, уже поздно. Надо лечить заранее, когда еще ничего не появилось. То есть менять вот этот метаболизм, делать так, чтобы этот мусор не накапливался в мозгу. Следующий. И первое, с чего нужно начать, если вы приняли такое решение, нужно понять, а к чему вы столкнули? Вот есть эти причины. То есть размер кружка это вероятность средней по популяции. Но для каждого человека эти вероятности совсем разные. Да. Деменция это вот как раз болезнь Ацгеймера и все остальное. Я не составлял этот слайд, поэтому я не знаю, какие конкретно заболевания они подключили. Но это в целом когнитивные заболевания. Паркинсон, скорее всего, вот это. То есть кто-то больше предрасположен к онкологии, кто-то больше, конечно, сосудистым. Например, если вы, допустим, веган или сыроед, то вы к онкологии очень мало предрасположены. То есть у вас риск низкий, но высокий риск чего-то другого может быть. Есть генетическая предрасположенность, есть ваш образ жизни и так далее, и так далее. Соответственно, это все надо изучить и понять. Ага, у меня вот это вот. Может быть, и сейчас что-то есть. Или, может быть, у вас есть в будущем предрасположенность. То есть там у родителей были какие-то проблемы, у бабушек. Вот. Вы это, значит, можете понять. И дальше начинать принимать какие-то действия. А какие действия надо принимать? В первую очередь надо сдать анализы. То есть медицина сейчас переходит в персонализированную медицину. Ждать, что вы придете, ну, во-первых, чаще всего вы приходите в больницу, когда у вас уже плохо, да, то есть есть какие-то симптомы. Это уже не предотвращение старения, это не продление жизни, это лечение заболевания. Ну, если вы хотите предотвращать старение, то вам нужно контролировать так называемый маркер старения, то есть содержание определенных веществ. Для этого нужно сдать анализы и смотреть, а какие у вас это содержание вещества? Они у вас плохие или хорошие? Если они у вас где-то плохие, то вы можете принимать определенные действия для того, чтобы вернуть их нужное содержание. на этом пути подстерегают серьезные опасности, потому что чтобы дожить до остановки старения, нужно предпринимать действия. А действия нам мешает предпринимать окружение. То есть фактор номер один в продолжительности жизни это генетика. Но фактор номер два это те люди, с которыми вы общаетесь и живете. Потому что они именно на вас очень сильно влияют, они формируют ваши привычки и очень сложно, если у вас нет большой силы воли, изменить свои привычки кардинально, как бы противовес общественного мнения. Потому что то, что делает у нас средний человек, это очень неправильно. Уже средний человек он мало спит, значит ведет сидячий образ жизни, питается быстро в кафе быстрого питания, ест много жирного, жареного, сладкого и так далее. Эти вещи поменять очень сложно. Если вы начнете их менять, то вам даже начнут говорить может быть что вы сумасшедшие. То есть не только даже в каких-то радикальных вещах, а просто любое изменение общества, среднее общество, оно встречает негативно. Ну вот, пример, тут такой, для эктомания, есть статья на великолепедии. То есть 200 лет назад считалось, что любой раб, который стремился бежать, в Америке, в смысле, вот черные рабы, значит, бежать из-под рабства более чем двух раз, он умалишен. Вот. И это серьезно обсуждалось, как бы, вот был такой диагноз. Когда еще были такие, ну то есть когда перспективные идеи обрубались. Ну, например, история, известная про Земельвейста, который говорил, что надо руки мыть хирургам перед тем, как они операции делают. И он сто лет пытался убедить людей в этом. И вот он уже умер, и прошло еще 50 лет. И через 50 лет только врачи это приняли. А до этого они не могли принять, потому что, ну как, получается, люди умирают от врачей, как такое может быть? Врачи, мы хотим лечить. Эта идея, она вообще невозможная просто. Как такое может быть? Вот. Тем не менее, действительно, люди в Европе умирали от того, что хирурги сначала шли тренироваться на трупах в мор, а потом ушли сразу же резать живых людей и помогать им. И помогая таким образом, им они заносили им инфекцию, и были просто вспышки из-за этого, как бы вроде бы из-за развития образования, мы учим хирургов, вот, вы обучаетесь резать, из-за развития образования были вспышки смертности среди там беременных женщин, которые рожают. Они все умирали. То есть, любое орбитальное изменение, оно встречается негативно массами. И поэтому это нужно преодолевать. И мы видим, что сверху авторитетные главы корпораций, руководители фирмы, ученые авторитетные, они нам об этом говорят, но они говорят, как бы, ну, они где-то далеко. Они не вот приходят сюда, чтобы рассказывать в Ростове, например, каждый день. И это мешает. Следующий слайд. Поэтому нужно не просто захотеть, нужно начать предпринимать действия. Потому что очень часто, вот я послушал что-то, да, хорошо, да, искусственный интеллект, в будущем классно вообще, вот, сейчас я пойду газеты разносить, и все, какой там искусственный интеллект. Но здесь вы можете принять решение действовать прямо сейчас. Чтобы дожить до остановки старения, нужно сейчас принять действия, конкретно просто перейти к здоровому образу жизни. это безусловно пункт номер один, и от него вообще никуда не задеться. То есть вы инвестируете какое-то число часов, например, один час, чтобы получить тысячу часов. Или тысячу часов, чтобы получить миллион часов. И человеку вообще тяжело дать все такие решения, потому что, ну, вообще люди редко думают о далеком будущем. мы привыкли какие-то вещи делать, потому что общество стимулирует. Например, вот в университете это долгосрочная инвестиция. Хотя сейчас я бы поспорил, что нужно идти в университет в Ростове-на-Дону. Очень спорно. Как преподаватель в ЮКУ и Рост-ДюМУ я бы сказал, да, возможно, вам не стоит идти в университет вот сейчас конкретно и обучаться в нем, потому что это довольно бесполезное донятие. Потому что знание можно получить другим способом. учиться нужно, но надо учиться тому, что вам будет полезно. Люди инвестируют деньги в банк. Мы тоже это мало людей делают, потому что это тяжело. Вы должны построить инвестиционный план, вас подстригают какие-то риски. То есть делать долгосрочные решения сложно, но те, кто подходит осознанно к тому, чтобы принимать долгосрочные решения, они выиграют. Теперь, возможно, вас, кого-то из вас моя речь в чем-то убедила. Но есть еще сомнения какие-то. Их много. Мало того, они даже типичные, потому что я про эту тему рассказываю ну прям лет пять. Ну, конечно, раньше менее активно, потому что я тоже вначале был вот такой. Я послушал, да-да-да, сейчас я расскажу другим, но сам делать ничего не буду. Я также буду неправильный образ жизни вести, я буду рассказывать другим, что это важно, но сам менять свой образ жизни не буду. Но постепенно я все-таки меняю свой образ жизни. Одно из основных. Может быть, кто-то не верит, что можно остановить старение. Давайте рассмотрим это подробно. Почему мы считаем, почему я согласен с ведущими учеными, что можно остановить старение? Потому что у нас есть эксперименты на модельных животных. Не на тода, например, вот червячок, которые продлили жизнь, я не помню уже, во сколько их продлили жизнь, ну, может быть, в пять раз, да? То есть на модельных животных продлили жизнь довольно сильно. Мышам продлили жизнь практически в два раза, да? Мухам, дрозефилам тоже в разы продлевают жизнь. А макакам, ну, там есть разные виды обезьян, я не изоолог, не разбираюсь в этом, но каким-то видом обезьян продлили жизнь в один и три раза. Максимальную продолжительность жизни. То есть максимум от того, что они могли бы прожить в комфортных, хороших условиях. У человека этот предел сейчас составляет примерно 120 лет. То есть мы знаем, что максимум это 122 года прожила француженка. То есть вот где-то тут у нас есть этот предел, хочется его проникнуть. Есть слабо старивящие, так называемые negligible sinens, то есть как это по-русски сказать. В общем, а животные с пренебрежимым старением. То есть есть животные, у которых старение очень маленькое. То есть есть черепахи, которые у них панцирь настолько вырастает, что они не могут его просто переносить. Есть голы земляков, которые почти снизу не подвержены онкологическим заболеванием и живет для своего вида он еще недолго. И ученые изучают эти растения, животных и пытаются как бы перенести и понять. А почему есть животные, которые очень похожи на другие животные, но они живут долго. И вот продление жизни этих животных, оно реализовано с помощью разных механизмов. Эти механизмы уже известны. То есть есть определенные фармакологические вещи, то есть условно таблетки давали. Есть борьба, есть контроль за маркерами старения, есть контроль снижения воспаления. Например, обычный аспирин. Употребление аспирина снижает воспаление и увеличивает среднюю продолжительность жизни в малых дозах для сердечных. Хотя, конечно, у него есть сложно свои недостатки. В общем, это не так просто, но это возможно. Есть герметерапия. Например, вот Элизабет Пэриш полтора или два года назад, когда это было, уже не помню, уехала в Мексику и провела на себе с помощью ГРИСВЭ генную терапию. То есть в нее внедрили вирус, который продлил ей теломеры, а потом самоуничтожился. То есть это окончание на цепочках ДНК, которые приводят, их укорочение с возрастом приводит к поломке ДНК и, соответственно, к нарушению работы клиента. Вот она их себе продлила и вроде бы там даже подтвердили, что у нее они увеличились. И это можно делать, но нужно, чтобы это было доказательное, потому что вариантов, как это делать, очень много. И вот что мы видим. Вот есть мыши, а есть глоба земляков. Они как бы из близких видов, видов, родов, в общем, я тоже, опять-таки, не отвечаю за правильность зоологических терминов, потому что это не моя область знаний. Но они, то есть их ДНК достаточно низко. И вопрос, почему мыши живет 2,5 года, а глоба земляков живет 30 лет? Соответственно, что нам нужно? Если ученые уже это исследовали, есть уже понимание, и нам нужно взять мыши и сделать ее глобом земляков, условно говоря. То есть мы уже можем в живом организме полностью менять гены, в живом организме, не у ребенка, не у организма, который вырастет, а у живого действующего организма можно менять гены на ходу прямо. Вот то, что сделала Элизабет Бенчер. И применив определенные технологии на мыши, ученые стремятся делать ее более колдоживущей. У них, как я сказал, есть существенный прогресс. Даже есть такое соревнование. В прошлом докладе говорилось по соревнованию по искусственному интеллекту. Есть такое соревнование по продлению жизни выше. То есть кто продит больше, тот получает деньги. Ученые соревнуются. Называется Мицуселла Фаундейшн. Следующий слайд. И вот мы знаем, например, что результаты на нематологии есть отдельные. Вещества, которые продевают жизнь для методиона на 45%, вольт-проэлл и солдат на 35%, а если мы их соединяем, мы получаем еще большее продление жизни. То есть сейчас вопрос, а как, то есть есть много разных веществ, какие из них совместимы, какие несовместимы, и как нам их объединить для того, чтобы получить максимальное продление жизни. Вот. То есть ученые перед этим бьюнсом. Например, есть метформин, который многие даже бьют даже в России не по рецепту. Вот метформин такой пример классический, который очень хорошо показывает проблемы, поэтому о нем все говорят. Что же это за штука такая метформин? Кто знает? Метформин. Кто не знает? Метформин лекарство для диабетиков. Оно влияет на метаболизм. Значит, оно было в каких-то там 70-х годах открыто. Фармакомпания провела клинические испытания, запатентовала, начали продавать диабетикам, диабетики стали лучше жить, дольше, все отлично. Фармкомпания заработала на этом кучу денег, и все, патент на метформин кончился, потому что у патента есть срок, и теперь его может производить кто угодно, условно говоря, не только исходные, те, кто его придумали, но кто угодно может производить, и вы можете его спокойно купить в аптеке. А потом обнаружилось следующее. Диабетики на метформине живут дольше, чем здоровые люди. Вот такой факт. И, соответственно, те, кто занимаются продлением жизни, начали метформин давать мышам и так далее, и обнаружили, что действительно здоровые особи на метформине живут дольше. Спрашивается, почему бы всем его не пить, если он такой классный? Потому что, чтобы могло Министерство здравоохранения вам говорить, что пейте метформин, должно быть несколько вещей. Первое. должно пройти клиническое испытание метформина. Для этого это должно быть клиническое испытание против какой-то болезни. Мы знаем, что он работает против диабета, а против какой болезни это испытание проводит? Надо проводить испытание против старения. Но старение не является заболеванием по закону. Поэтому у него на преодоление старения нельзя выделить деньги, нельзя проводить клинические испытания, много чего вообще нельзя. И Минздрав не может выстроить руководство по продлению жизни и преодолению старения. И это общемировая проблема. Ученые в мире обходят, они говорят, вот наш препарат от старения, на клинические испытания мы проводим в какой-то маленькой русской болезни. Но вообще он от старения, но мы не можем говорить, что он от старения, потому что нам запрещает там идеи и как бы вот сейчас ученые бьются, что это поменяется, а ожидается, что это на ближайшие может быть, 3-5 лет его унесут. Дальше есть следующие проблемы. Допустим, есть у нас старение в МКБ, международные классификации заболевания болезней. Надо провести клиническое испытание МИФАРМИНА, а для этого нужно 30 миллионов долларов. Кто заплатит 30 миллионов долларов? Вару компании. Зачем они их заплатят? Чтобы запатентовать его и получить на нем деньги. Но он уже был запатентован, его нельзя запатиновать второй раз, на нем нельзя заработать деньги. И вот если никто не может заработать деньги на чем-то, то некому оплатить клинические испытания. Поэтому нет клинических испытаний диет. И поэтому есть диета Дюкана, диета того, диета пятого, диета десятого. На самом деле это все не подтверждено. Очень слабо подтверждено. Ну, по крайней мере, когда эти диеты изобретали, это было вот так вот. Я придумал диету, я уверен, что она работает. Я верю в это, да, она работает. Я попробовал дать ее своей маме и папе, и мне показалось, что им стало лучше. Поэтому я напишу книгу, и, значит, всем буду ее продавать за деньги. Вот. Конечно, потом эти диеты, те, которые стали популярными, их тестировать. Но хороших клинических испытаний именно диет, не наблюдательных, а клинических, я не буду сейчас углубляться в разницу, но там есть, там, сейчас я знаю. Их нет. И поэтому, как бы, кто, как не мы. Только мы можем это провести, потому что нам всем это надо. Пармкомпании это не надо, потому что она не может заработать деньги, если это не одна таблетка, которую можно запатентовать. Следующий. Вот. И на старение выделяется очень мало денег. Очень мало денег. То есть, например, вот институт исследования старения ВАХА. Это в США. В России вообще никто не занимается старением. Но есть, конечно, великие ученые, там, например, Алексей Москалев, который входит в сообщество, Жаворонков, Алекс Жаворонков, которые мирового уровня ученые. Но это, скорее, как исключение по теме старения. А в основном старением занимается мало, пренебрежимо мало в России и очень мало во всем мире. Смотрите. Подрачно на обращение костюма и декорации для Хэллоу это 7 миллиардов долларов за один год. Индустрия исследования старения в США 1,4 миллиарда долларов. То есть, очень мало выделяется денег на эти темы. И даже то, что выделяется, то есть, очень много выделяется, например, для лечения онкобольных. Когда человек уже заболел, он уже не может ходить. То есть, он уже либо в коме, либо не в коме. Ему нужна химиотерапия. Он уже не производит никакого продукта, не помогает обществу. И мы пытаемся его лечить. Конечно, это важно. Конечно, нельзя бросать людей. Но намного было бы лучше, если бы у него просто этот рак появился на 5 лет позже. То есть, сейчас, когда он у него уже появился, мы отдаляем вот эти его мучительные последние годы, растягиваем, и вот он проживет еще 5 лет. А потом все равно умрет. А если мы будем лечить старение, мы сделаем так, что этот рак появится на 5 лет позже. Мы точно так же проделим на 5 лет жизни. Но это будут здоровые 5 лет жизни. И, к сожалению, сейчас распределяются деньги неэффективно. Может быть, это уже меняется. Опять-таки топовые ученые пишут об этом книги. Есть книга Алекса Жаворонкова. На английском языке, я сейчас не помню, как называется, но он там изучает экономику старения, что индустрия старения, она неизбежно даст огромный взрыв. Это огромный рынок. Создается там по несколько компаний, борющихся со старением в день в мире. Может быть, десяток в день. Но это пока все стартапы. И пока это до нас дойдет, есть препятствия. Например, еще 3 года назад японцы научились выращивать зубы из стволовых клеток. То есть у вас все зубы выпали, вам вырастили из ваших же клеток новые зубы, они новенькие, с нервами, все отлично, вам их пересадили, и все, у вас новые зубы. Но они сказали сразу, 2 года назад было открытие, на рынок это придет через 15 лет. Почему? Потому что есть правила, нормы, регуляции и так далее. Почему нужно было Елизавет Перриш ехать в Мексику? Потому что она не могла это в США сделать. Хотя она гражданка США. То есть есть определенные приконы, и они связаны, они отчасти нужны. Они связаны с тем, что мы все безграмотные. Мы ужасно безграмотные. Если допустить все компании на рынок, то мы как бы начнем верить всем, которые вешают лапшу на уши, платить им деньги, вылечить у меня от старения. Нам продадут абы что, мы этим себя угробим, и государство нас защищает. Но он нас защищает только потому, что мы безграмотные, мы сами не можем взять ответственность, изучить этот вопрос, не становиться учеными по старению. Но хотя бы немножко изучить. Это не требует каких-то огромных усилий, страдать, наверное, всю жизнь. И это работает. Когда люди берут на себя ответственность, это работает. Например, у Мартин Ронко легочная непротензия у дочери была. И никто не мог это вылечить. Она взяла это как бы в свои руки, создала организацию, так называемые пациентские организации. В США уже много пациентских организаций. Когда пациенты, больные болезнью, объединяются и начинают, сами находят средства, сами, значит, дают эти деньги ученым, нанимают ученых, составляют план и решают те проблемы, которые не могло решить ни государство, ни фармкомпания. Следующий пример. Растельный склероз. Вот доктор Терри Валлс. Следующий. Вот октябрь 2007-го она потеряла возможность нормально передвигаться. Она начала эту тему изучать и применила определенные заболевания, которые, насколько я понимаю, увеличатся даже. Но мы можем заметить его прогрессию. И она изучила это. И вот через год она уже могла двигаться. ездить на велосипеде. Например, болезни Альцгеймера. Полгода назад было исследование, где люди, которые должны были уже полностью умереть в мире через полгода, к ним применяли ряд терапий экспериментальных, и 9 из 10 вернулись к нормальной жизни. То есть буквально было, что люди от болезни Альцгеймера не могли уже работать, они не могли считать нормально, терялась память. и происходила ремиссия после терапии. Но это пока такие экспериментальные исследования. Их не будут, ну, как бы, министерства здравоохранения внедрять, потому что это было на 10 людям. Хотя это и признанные эксперты проводили в США, но все-таки есть вот определенные такие задержки, которые связаны с тем, что люди безграмотные, поэтому мы не можем им сразу все давать. И нужно потихоньку все очень тщательно тестировать. Но если мы будем брать на себя ответственность, то мы можем менять свою жизнь, жизнь своих близких. Следующий проект. И вот в целом, в целом, лично я, по крайней мере, я, конечно, не тихо-станок предстояния. Там будет использоваться тот самый искусственный интеллект, там все тогда будет классно, но это далекое будущее. А сначала мы должны начинать. Первое. Мы должны начать с ЗОЖ. Спорт, низкокалорийная диета. То есть, как я говорил, важно, что с кем вы общаетесь. Если вас, ваша бабушка, которая вас очень любит, накармливает до смерти, то она у вас таким образом в могилу сводит быстрее. Потому что она не знает. Она не виновата, конечно. Но вы можете ей рассказать. Я, например, своей бабушке купил книжку Москалева. Она прочитала, и теперь она голодает периодически и все правильно делает. То есть, есть прекрасные книги. Вот Алексей Москалева, член Корроран. Три книги у него. Первая называется «120 лет жизни, только начало». Где он дает рекомендации основанной на современных исследованиях. Я всем рекомендую почитать эти книги. Это лучшее, что есть на русском языке. Но на втором этапе есть какие-то вот эти интересные технологии. Есть какие-то биомарки. Есть какие-то анализы. Как мы можем с этим работать? Мы не врачи, мы не медики. Я работаю в мединституте, но я тоже не медик. Я статистик, аналитик. Как мне в этом всем разобраться? Следующее. Вот. Ну вот, кстати, статья недавно была, если кто слышал, вызвала много шума. Руководителя ряда крупных компаний, основатель астроп-карту, Бокс, Сергей Паги, написал в «Грессивной шкару». Значит, статью ее начали все обсуждать. Москалев в том числе написал критику, что там вот что-то он делает неправильно в каких-то деталях. Он там как будто тоже замеряет анализы, где-то какие-то таблетки, только с точки зрения, чтобы продлить жизнь. То есть он как бы здоров в целом. Таких людей много среди там топ-менеджеров. То есть люди начинают, у которых основные потребности удовлетворены, люди начинают задумываться как бы, вот как мне дальше, как мне продлить мое удовольствие от жизни. Следующее. Есть такой и так же сайт, если вот говорить о том, что делать, да? Раньше я рассказывал много пробил имя, я рассказывал, а что вот какие там фрукты или овощи кушать, а что не кушать. Это все бесполезно, почему я сейчас про это не говорю. Ну, в смысле, рассказывать про это, это не самое лучшее, что я могу сделать. Вот, например, есть прекрасный сайт, нестарение.ру. Это лучшее, что есть на русском по этой теме. Есть Дмитрий Веремеенко, который вообще обучает мастеров спорта по чемпионам России и чемпионам мира по кикбоксингу, айкидо и так далее. на этом зарабатывают деньги, а в свободное время, 8 часов в день, каждый день читают научные статьи. Читают научные статьи и пишут статьи вот на этот сайт, на старение.ру. В чем разница между любым сайтом, который вы найдете по старению, и вот этим сайтом? В том, что на любом сайте никто не проверяет доказательность, пишут какой-то вредный. То есть, есть такая концепция доказательной медицины, и просто вы должны какой-то факт сказать, а вы должны его подтвердить. И вот Дмитрий Великвейн, но могут быть какие-то в деталях ошибки, там что-то, как все мы можем ошибаться. Но, по крайней мере, там лучшее, что есть. Но хотя он 5 лет, каждый день, по 8 часов в день вот это изучает, он все еще это не изучил. То есть, это очень сложно. И что я предлагаю в этом контексте делать? Я тоже понял, что я не могу сам это все изучить. Я могу любую тему, вот скажите мне тему, я могу за час тему, в которой я ничего не знаю, дать вам примерно современный уровень доказательности вот что известно о медицине на эту тему. За час я могу это сделать. Но этих тем миллион. Я не могу все темы узнать. И поэтому я понял, что бессмысленно мне самому читать про это и изменять свою жизнь в одиночку. Нужна групповая работа. Дмитрий Великвейненко это понял, вы все это поняли. И люди в Москве собираются и начинают как-то объединяться и что-то делать на эту тему. Но без группового участия, без сообщества, без группового изучения прогресса не будет. Если каждый из нас выучит одну тему, например, у вас там бабушка болеет альцгеймером, и вы хотите узнать про эту тему, и вы потратите, может быть, час, как я, а неделю, и вы изучите эту тему, а потом расскажете всем нам. А потом второй человек изучит еще одну тему, и тоже расскажет всем нам. Вот тогда только это возможно. Если вы будете ждать эксперта, доверять эксперту, это никогда не сработает. Потому что, пока вы не начнете сами углубляться в это, эта тема сложная. Нельзя полностью довериться эксперту, тем более в России, хороших экспертов нет. Вот их можно пальцем пересчитать. Вот Маскалек, Жаворонка, Беременка, и не все из них читают лекции постоянно. То есть, у Беременка есть вот ряд тему, его разбиты, вот что можно сделать сейчас, если вы хотите начать первый шаг для этого образа жизни. Зайдите на нестарение Эдушкару, посмотрите этот список, вот он простой, исключить дефицит сна, рекомендовать диеты или голодания, следить за этим самым осветелом, следить за витамином К2, принимать его, и так далее. Везде он дает ссылки на научные исследования, что очень важно. Он не придумывает эту тему, он сам не проводит эти исследования. Он берет авторитетные зарубежные научные исследования в англоязычных лицензированных журналах и ссылается на них, на то, что доказано. Следующий слайд. Ну, тут просто продолжение. Но тут вопрос, что это общие, это средние по популяции. То есть, как медицина раньше работала, рекомендации средней популяции. Работала она так, вот есть какая-то травка, мы дали 100 больным, значит, и они все умерли. Не сработало. Какая печаль. Вот есть вторая травка, мы дали еще 100 больным, 80 из них поправилось, а 20 умерло. Мы говорим, хорошая травка, потому что она помогает большинству. Так работает вся медицина. Нет такого, чтобы, ну, вот что-то работало для всех. Такого нет никогда, чтобы всегда для какой-то болезни было какое-то одно лечение. Никогда нет. Проводится исследование на большом числе людей, если большинство выздоравливает, то это считается хорошо. Но кто-то не выздоравливает, кому-то становится хуже. Поэтому мы переходим к персонализированной медицине, когда вы должны следить за своими анализами и на основе ваших особенностей уже принимать решение. А нужен вам при доме Q10 или не нужен? А нужно вам рыбы жир пить, потому что у вас плохое соотношение омега-6 к омега-3 или не нужно? Вам нужно вам бы 12 себе колоть, потому что вы сыроед, например. Или не нужно? Может быть, у вас и так хорошо. То есть индивидуальный подход это очень важно. И тут опять возвращаемся к тому, что эксперт вам не скажет. Вы не придете к доктору и как бы ну, дайте мне что-нибудь, а вот у меня больно что-то. Или я хочу на здоровый образ жизни. Расскажите, что такое здоровый образ жизни? Ну, общие правила все знают. Двигаетесь, не переедаете. А более детальные вещи, они очень индивидуально и специфичны. И, соответственно, нам нужна группа. Нам нужна группа, чтобы мы мотивировали друг друга. Это работа. Есть вот анонимные алкоголики, есть клубы Гербалайф, например, в Ростове, где люди реально там худеют очень сильно. Я могу критиковать в чем-то Гербалайф, говорить, что у них там какие-то отставления, какие-то тезисы. Ну, а в целом, они как бы людям помогают. К ним приходят люди толстые, с высоким риском там сердечно-сосудистых заболеваний. И эти люди худеют. Почему? Потому что групповая мотивация. Второе, мы можем не просто мотивировать друг друга к здоровому образу жизни. Мы можем изучать все это вместе. Мы можем изучать, мы можем рассказывать друг другу, мы можем делиться друг с другом. Мы можем даже выбивать скидки на анализы. Мы можем платить врачам, находить хороших врачей, и мы, чтобы все знали, что это хороший врач, и ему оплачивать как-то грубым образом его какие-то лекции, чтобы это было дешевле для нас. Чтобы, ну, как бы не было такого, один пошел туда, ему что-то сказали, он сделал, другой пошел к другому, никто не знает, кто прав. А когда есть групповая проверка, я прочитал что-то, написал статью, Веремеенко прочитал что-то, написал статью, вы прочитали что-то, написали пост в контакте. И мы можем друг друга проверить, что мы все не ошиблись. То есть, например, Веремеенко, он сторонник того, чтобы кушать мясо, и он в целом рекомендует кушать мясо. Я, например, вегетарианец, и я рекомендую в целом не кушать мясо. Но, когда мы друг друга проверяем, мы приходим к какой-то истине, Потому что истина, она же есть, она подтверждена исследованием. И каждый, если один человек эксперт, он всегда может найти исследования, которые подтверждают его точку зрения. Правильно? А если мы друг друга проверяем, если мы обмениваемся мнениями, если мы не пытаемся друг друга продавить какую-то точку зрения, а мы пытаемся найти то, что доказано, подтверждено, то мы приходим в реальность. И вот следующий этап. То есть первое — ЗОЖ. Второе — давайте изучать. Давайте сдавать анализы, давайте делиться. Третий этап — давайте проводить клинические испытания. И вот Михаил Батин, я, кстати, эту презентацию во многом взял у него. Скажу, но он не против, он согласен. Человек, который один из главных популяризаторов в России. Они собираются проводить клинические испытания. И если все будет хорошо, я буду помогать с аналитикой этих испытаний. Чтобы люди использовали диету, имитирующую голодание, допустим, в Индии, и посмотрели, как изменятся их маркеры. То есть проведено за рубежом это исследование, но диету эту запатентовали. И значит, она теперь стоит больших денег. А Батин говорит, я для людей хочу. Я не хочу ничего патентовать, продавать. Я хочу, чтобы мы чуть-чуть ее видоизменили. Она уже тогда не запатентованная. И мы можем спокойно ее тестировать и рекомендовать всем, для всяких отчислений. И давайте вот это делать без всякой коммерческой выгоды с его стороны. Но давайте проведем исследование. Потому что пока мы не провели исследование, это все болтовня. Это ни о чем. И нам никто не поверит, что это действительно работает. И поэтому мы можем спокойно. Вот мы начали сдавать анализы. Я, например, начал сдавать анализы. Разные еще люди тут начали. Например, вот Семенон сидит, вот он дает анализы. Вот. И вот мы сдали анализы. Ну, это слава. Семенон большой оптимист и супер молодец. Так вот. Значит, начали сдавать анализы. Сдали сегодня. Потом начали, допустим, пить что-то. Или там кушать меньше стаи сладкого. И сдали анализы еще раз. И проверили, у вас лучше есть показатели или нет. То есть не нужно субъективно это все воспринимать. Надо проверить. И это можно проверить, написать статью. И тогда все об этом узнают. Вы сможете убеждать, как бы, то есть вашу статью опубликуют там. Ну, в вашем смысле не то, что вы должны писать статью. А то, что мы все поучаствуем в этом исследовании. Сдадим анализы до, что-то сделаем. Сдадим анализы после. А потом там какие-то врачи, доктора опубликуют статью. И тогда это все поверят. Другие люди в других городах. А в других городах проведут другое исследование. Тоже опубликуют статью. Мы прочитаем, и мы уже сможем этому доверять. Вот. Соответственно, план такой. Сдадим анализы. Понимаем, какие нас риски. Что у нас плохо, что хорошо. Находим других людей, у которых те же проблемы. То есть, если у вас какая-то проблема, почему бы не объединиться с другими? У кого такие же проблемы? Вы сможете обсуждать. Вы сможете вместе замерять анализы. Делиться решениями. Составляем план действий. И начинаем делать это. То есть, начинаем двигаться непосредственно к продлению жизни. Следующее. И это можно повторять, 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 изучая разные темы. Как бы до бесконечности, потому что мы же хотим максимально продлить жизнь до бесконечности. Следующее. Так, ну это я уже сказал. Это вот есть, допустим, социальная сеть для пациентов в Америке. Есть такая PatientsLikeMe, где вы можете зарегистрироваться. Очевидно, что именно у нас такая будет. Или же они переведутся на русский язык. То есть, люди, у которых какая-то проблема регистрируется, и у них там есть группа других людей, у которых та же проблема. И они могут вот это все делать онлайн. Следующее. Ну вот тут Баттин, Михаил Баттин, я, который ссылался на него, он приводит свой пример, что у него повышенный риск атеросклероза, поэтому он для себя составил такой план. День, я так, два раза в неделю первая, регулярная диагностика, рассказывать людям про атеросклероз, то есть все 12 мероприятий по атеросклерозу. А еще собрать денег, краудфандингом, на то, чтобы все эти мероприятия проводить. И он уже давно это все проводит. Но сейчас как бы наука, общество подошло к тому, чтобы этот взрыв произошел. То есть, если 10 лет назад, когда он начинал, там много ошибался с лжеучеными, натыкался, давал им деньги, потратил много своих денег, то сейчас это уже более прозрачная тема, намного больше политиков, чиновников начинает об этом говорить. И поэтому скачок будет в ближайшие годы. Следующий слайд. Ну, это пропускаем. Следующий слайд. То есть, например, вот что делают ребята в Москве. Они организуют, во-первых, краудфандинг в виде ICO на то, чтобы финансировать исследования. Например, исследование по метформингу, как я сказал, нужно в Америке 30 миллионов долларов. У нас, наверное, это будет дешевле. Вот, они собирают деньги, причем через ICO, это очевидно, не российские деньги в основном. И эти деньги будут направлены на проведение этих исследований. Следующий слайд. Потому что как бы это непросто. И вообще Россия здесь, на самом деле, впереди. Ну, не сказать, что впереди планеты всей, но на каком-то фронте. Потому что вы, допустим, жаворонгов, которого можно, ну, как бы, можно и красить, по крайней мере, очень много сотрудников в Москве работают, в компании. Вот видите, такой проект YoungVR. Они делают приложение, которое вы сможете загружать все ваши данные, там, WG, Troll и так далее, голос, все-все-все-все-все. А потом вам на основе этих ваших данных будут предлагаться интервенции. Ну, интервенция – это такое медицинское слово. Действия. Действия будут предлагаться, чего делать, чтобы, значит, прожить дольше. Вот. То есть постепенно все это будет. Но это пока стартап. Для него еще далеко. И хорошо, что в России, как бы, вот такие вещи появляются. Компания сама эта находится официально в Балтиморе. Ну, они все жалоры этого компании в Америке зарегистрированы, потому что он очень крупный ученый, как бы, непонятно, в России денег мало, в Америке денег много. Вот. То есть хорошо, что в России эта тема на передовике. То есть много людей, которые на мировом уровне это понимают и говорят об этом. Но если взять население, то, конечно же, мы тут сильно отстаем. То есть в США уже произошел там бум зожа какой-то. А у нас как-то вот, ну, какой-то небольшой взрыв фитнеса был, как переристали, фитнес ходил. Ну и все на этом. То есть у нас очень мало вот таких энтузиастов, которые серьезно об этом задумываются. Дальше слайд. И, соответственно, весь мой доклад сводится к этому. Я призываю вас задуматься об этом. Я призываю вас начать делать что-то здесь и сейчас. То есть все эти вещи, которые я сказал, ЗОЖ, дальше объединяться в сообщество, начинать сдавать анализы, начинать говорить с людьми, у которых те же проблемы, начинать изучать это, выкладывать посты. И все это можно делать в Ростове даже. Не обязательно ехать к Веремеенко, Москалеву, Жаворонкову, Батину и всем другим прекрасным ученым, которые есть в Москве и популяризаторам науки. Можно это делать в Ростове, потому что в Ростове тоже есть много активных, заинтересованных людей. Что можно делать в Ростове? Конкретно сейчас я предлагаю такой проект по лекторию для людей, которые не являются ни экспертом в сфере медицины, ни лекторами. Я хочу брать людей, которые хотят в этом разобраться, которым интересно, и учить их, во-первых, как находить доказательную информацию, во-вторых, как ее презентовать. И чтобы эти люди, готовя это в команде обязательно, презентовали это друг другу и широкой публике. Потому что в команде, работая в команде и презентуя друг другу, не будет вот этого разрыва экспертности, будет постоянная взаимопроверка, и не будет такого, вот он эксперт, я ему просто поверю на слово, и все. А он не прав. И работая с кандидатами наук, с докторами наук, с нашими ростовскими, допустим, я могу сказать, что они в своей теме какой-то профессионалы, но во многих темах они не профессионалы. И в Ростове очень плохо понимают медики, что такое доказательная медицина, что такое доказательность. В ростовском медицинском университете преподают, например, что там по линиям рук можно что-то определять. В принципе, на самом деле можно. Даже что-то было доказано. Но не настолько, насколько это преподносится. То есть одно дело, массовое представление об астрологии. Ты телец, я не буду за тебя замуж выходить. А другое дело, действительно, есть какие-то мелкие эффекты. В какой месяц человек был рожден, у него на 1% выше вероятность заболеть чем-то. Но на 1% это неопределяющее. И вот в нашем медицинском университете, к сожалению, доказательности очень плохо. Есть, естественно, исключение, есть прекрасное руководство, которое стремится бороться с дремучестью. Но не все такие, к сожалению. Но поскольку я занимаюсь именно этой темой доказательной медицины, и, как я сказал, я могу любую тему за час на эти доказанные выводы, я хочу этому научить всех, потому что это несложно. Если вы не будете выдумывать, не будете верить тому, что написано в книгах, а будете читать научные статьи, и не надо их читать детально, надо быстро просмотреть там условное вступление и заключение. То есть есть определенный алгоритм, как читать научные статьи быстро. Вы сможете быстро находить доказанные вещи, а другие люди в сообществе будут вас проверять. Соответственно, такой проект я предлагаю в Ростове, я очень вот горю его реализовать. Даже на этом проекте можно будет заработать, потому что есть люди, которые все-таки очень ленивые, и я их не смогу увидеть, что им нужно самим в этом разбираться. Они хотят, чтобы пришел эксперт, им все рассказал с красивой презентацией. И таким людям, конечно, можно эту информацию продавать. Ну, какая проблема в этом? Это абсолютно адекватно. Можно договариваться с адекватными клиниками и вести людей, которые задумываются о своем здоровье, в адекватные клиники, в адекватных врачах, и брать за это какой-то процент. Все довольны. Пациенты довольны, потому что они пошли к хорошему врачу. Врачи довольны, потому что к ним пришли осмысленные пациенты. Как бы сообщество довольное, что оно объединило их всех и помогает всем жить дольше. То есть можно даже на этой теме зарабатывать, и сейчас на этой теме очень мало зарабатывали. И почему-то вот у нас есть одна клиника, которая себя презентует как клиника доказательной медицины в Ростове. Не могу говорить за них пока не прям как ничего, с уверенностью, что они прям хорошие. Но у меня там работает один знакомый, который, я считаю, человек с адекватной позицией. И в плане доказательности. И хочется, чтобы этого было больше. Чтобы люди, вот как в Европе, вы могли прийти к врачу, он вам назначил терапию, а вы скажете, подождите, а я прочитал вот статью, смотрите, две недели назад вышла статья, и там говорят, что то, что вы мне назначили, не очень эффективно работает, а лучше вот это. И врач говорит, действительно, я вот не читал эту статью, давайте я прочитаю. Он читает статью, говорит, да, смотрите, я вот не успеваю, врач сказал, не может читать по всем темам. Если у вас есть ваша одна проблема, вы можете по ней прочитать все. А врач, к нему приходят люди с миллионами проблем, он не может прочитать все это. Поэтому в Европе это уже работает. Вот в такой логике это все называется доказательная медицина. В России это не работает даже в Москве нормально. Тем более в регионах. Но это все просто сделать при определенных небольших усилиях. В следующем случае. Значит, кто нам нужен? Следующее. Нам нужны, в принципе, все. Нам нужны аналитики, которые будут читать статьи, сводить какие-то, значит, выводы по болезням. Ну, то есть структурировать информацию. Цель числа. Нам нужны переводчики, потому что много хорошей информации на английском языке. К сожалению, не все могут на английском читать. У нас есть Google переводчик. Но пара переводчиков не помешает. И мало того, я скажу, что уже есть люди, которые сказали, дайте мне статью, я вам ее переведу на английском. Есть люди, которые вызвались быть лекторами. Есть люди, которые готовы собирать мероприятия. И есть люди, которые готовы это все рекламировать. И мы сейчас просто собираем практическую массу, чтобы начать это как бы не абы как, а хорошо начать. Следующий слайд. Группа управления книжных испытаний. Может быть, это для Ростова не так интересно, но вот опять-таки в исследованиях Батина мы с ним договорились, что наша компания Статзила будет проводить обработку этих данных. И почему бы не набирать добровольцев частично и в Ростове. Отлично было бы. Следующий. Подготовка научных обзоров. То есть у нас есть вот... У нас зародился медач, например, да? И сейчас вроде бы есть люди, я, к сожалению, с ними пока не знаком, но хочу познакомиться, которые пишут статьи для медача, находясь в Ростове. Вот. Эту деятельность надо развивать, безусловно. Следующий. Есть люди, которые из Ростова пишут для словаря скептика. И, ну, вот здесь у нас прекрасный образовач, но тут статьи пока не пишут, насколько я знаю. Но надо. Даже уже не образовач, мы, это субъективный проект, образовач, ну, аккаунт с партнером. Ну, ладно. Мы выделили в этой группе, что-то интересует. Следующее. Создавать плейнги. Делать базу, на основе которой, то есть вот аналитики что-то там структурировали, это можно заносить в базу какую-то, чтобы потом просто раздавать. В принципе, опять это начинать не с нуля. Это делают люди в Москве. Есть, например, памятка долгожителя. Есть какие-то базы, но их хорошо бы вот именно интегрировать в сообщество, чтобы это была проверенная информация, а не информация одного человека. Заниматься фандрайзингом. То есть я знаю несколько людей, у которых есть деньги, и которые, в принципе, говорят. Напиши мне бизнес-план, я тебе дам деньги. Надо же написать этот бизнес-план. Есть куча других дел. Но в целом люди готовы тратить деньги, у которых они есть, и готовы помогать. Надо к ним прийти и сказать, вот план, вот все доказательства, давайте мы потратим это на благо всех живых существ. Следующий слайд. Делать видео, арт, вот этого все очень мало в этом направлении. Байтин в Курчевнике делал такую выставку год назад, которую назвали «Вы можете не умереть». Но они говорят, мы не художники, поэтому мы просто вместо картин написали вот лозунги на полотнах и сделали выставку, где были одни лозунги. Но все равно это произвело какой-то эффект, об этом писали в СМИ и так далее. Следующий. Спикеры. Ну, типа меня. Но надо больше. Следующий. Люди, которые руководят. Это очень важно. Если вы не хотите быть спикером, не хотите писать посты, но вы умеете руководить, это же еще более важно, чем все эти вещи делать, потому что средний человек, к сожалению, не может структурироваться, и ему нужна помощь, чтобы кто-то его структурировал. Вот какие футболки делают ребята в Москве. Их много. Если зайдете в сообщество технологии долголетия, то там можете прямо из Ростова заказать себе такую футболочку. Следующий. Ice Bucket Challenge. Хорошо, если мы тоже сделаем какое-то такое мероприятие, которое все будут повторять и записывать в видео. Следующий. Ну вот, это, по-моему, год-года полтора назад в этих футболках, по-моему, это после дня рождения как раз с Михаила, фотографировались мы все в этих футболочках. Следующий. Вот. Ну, собственно, все, что я хотел сказать, я сказал наверх. Конечно, говорить можно много еще. Есть большая база научная, есть детали, как можно преодолевать и по ЗОЖу, и по долгосрочной какие-то генной терапии и так далее. Но все это на самом деле очень вторично. Пока у нас не будет сообщества, пока у нас не будет еженедельных встреч, это все бесполезно, это не даст того большого эффекта, которого мне так хочется. Поэтому я лично стараюсь максимально времени и денег потратить своих на то, чтобы такое сообщество в Ростове создалось. А если кто-то ко мне захочет присоединиться, то я буду очень этому рад. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ